МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Диаблока Прекрасным. Посмотреть нашу программу вы можете не только по телевидению, но и на сайте телеканала Беларусь-3. А также я напоминаю, что программа наша интерактивная, и вы можете активно присоединяться к нашей дискуссии, присылать ваши вопросы, комментарии на нашу информационную площадку diablo.by. Включайтесь в нашу беседу о Прекрасном. Мне понадобилась целая жизнь, чтобы научиться рисовать, как ребенок, говорил Пабло Пикассо. А нашей сегодняшней гости, известной белорусской художнице Марине Ильяшевич, понадобилось несколько лет, чтобы освоить технику китайской живописи. Здравствуйте, Марина! Здравствуйте! А вы как относитесь к такому высказыванию Пабло Пикассо? Вообще это время так поменялось, ускорилось? Или вы талантливее, чем Пикассо? Ему вся жизнь, вам несколько лет. Нет, я учусь. Я не могу сказать, что я уже владела всем, чего можно было достичь китайской живописи. Она еще очень многогранна. Чем больше ее познаешь, тем больше тебе хочется еще больше узнать. Поэтому это мои первые шаги. Марина, вы окончили музыкальную школу в Гродно, вы закончили Московский университет по классу экономики и менеджмента. Затем вы резко занялись творчеством, да, и освоили сложнейшую, на мой взгляд, технику китайской живописи. Откуда такой поворот? Я закончила Академию искусств и одновременно училась китайской живописи. Что меня вдохновляет, вдохновляют мои дети. Рождение сына второго именно способствовало. И вот то, что произошло со мной, я хотела научить его прекрасному. И поняла, что без живописи я не могу уже быть сама. Поэтому училась, работала. Вот мы в интернете нашли очень много ваших картин. КОНЕЦ Глядя на эти картины, становится очевидным их нестандартность и огромная глубина. Вообще, что за техника, и как ее вы овладели, и в чем ее особенность? Китайская живопись отличается от нашей живописи очень. В каждую картину влаживается философский смысл. Название картины всегда нужно читать, чтобы понять, о чем хотел рассказать художник. Ну и самое главное, конечно, для того, чтобы создать картину, нужно четыре сокровища китайской живописи. Это материалы. Это китайская тушь, бамбуковая, рисовая, минеральные краски, тушь и кисточки. Ну и большое желание. Большое желание у вас, видимо, было. Да, но мне очень близка эта культура, самая очень интересная. Но и то, что просто изучить живопись невозможно. Для этого нужно изучать историю, традиции, чтобы понять, о чем мы вообще пишем, о чем мы говорим. Марина, насколько я знаю, вы на сегодняшний день единственный художник в Беларуси, кто владеет этой техникой. И вот наши интернет-пользователи прислали вам такой, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Быть единственным художником в Беларуси, который творит в таком стиле, это способ самореализации, удовлетворения? Я буду единственной, до меня этого никто не делал? Или способ быть вне конкуренции, не с кем сравнить, поэтому я все равно лучшая? Для вас это что? Для меня вообще любая живопись есть очень красивая, философская, мудрая. Чтобы картина получилась, ее нужно написать от всего своего сердца. Я пишу от всего своего сердца, всем, чем я владею, я делюсь всегда со своими учениками, маленькими, взрослыми. Это состояние души, это не просто живопись. То, что ты смотришь детально, как нас учили в Академии искусств, это то, что художник чувствует внутри, то есть то, что ты изображаешь на картине. А для вас с чего началось знакомство с китайской культурой вообще? Почему именно китайская культура вас заинтересовала? Я случайно пришла на семинар, который мне просто самой, наверное, как вот ничего не бывает случайного, дорогу туда привела, поэтому нам рассказывали о традициях, о истории, только потом переходили к практике. В принципе, так как сейчас работаю я, нельзя просто сесть, взять кисточку и писать. Нет, для этого нужно хотя бы понять о чем, то есть о истории, о культуре, о стране. А ваши учителя, кто ваши учителя? Ну, наверное, главный мой учитель, это все-таки Академия искусства. Наша белорусская. Наша белорусская, конечно, очень хорошая база, основа моей педагоги, которые курируют мои выставки, Евгения Феликсович Шунейко, мои преподаватели, которые приходят на мои выставки, хотя я уже закончила вуз, вот это самое дорогое, без них, конечно, не состоялась я. И тыл надежный, который есть за моей спиной, это мои близкие друзья, семья. Ну, это, конечно, всегда поразительно, когда пересекаются две культуры, белорусская, китайская, да, и что в результате возникает. И вот наши интернет-пользователи вам такой интересный вопрос прислали. Учиться китайскому искусству не в Китае, а то же самое, что делать суши по рецептам интернета. Не попробовать вкус настоящих, не узнать настоящих рецептов. На ваш взгляд, имеют право такое суждение быть? Конечно, но просто слушатели не знают, я училась в Пекине все-таки. Да, я училась в Стамбуле каллиграфии. Невозможно действительно постичь искусство, не понимая, что это такое. Очень многое, то, что даже вроде бы в книгах пишут, нужно почувствовать, побывав там. Я периодически постоянно езжу в Пекин, прохожу стажировки, обучаюсь, и я не могу сказать, что я вот уже все могу. Нет, я еще только учу все. Марина, недавно у меня в гостях была наша известная белорусская художница Ника Сандрос, и мы с ней говорили о образовании, о том, нужно ли вообще художнику, талантливому художнику образование базовое. И Ника говорила мне о том, что в принципе нет, она художник-самоучка, и в принципе вот это даже академическое образование, оно что-то какое-то индивидуально даже убивает в талантливом человеке. Вот на ваш взгляд все-таки образование нужно человеку, или если у тебя есть способности, ты можешь просто взять и начать рисовать, осваивать технику китайской живописи? Нет, способность это, конечно, очень здорово, оно помогает. Но мне академическое образование дает много, и я могу писать сложные работы. Без этого, конечно, я бы просто не смогла. Потому что чем китайская живопись отличается? Один раз дотронувшись, не можешь исправить. Эта бумага хранится тысячелетиями. Краску один раз дотронулся, все. Если неправильно, только заново работа. Но у меня есть очень много моих учеников, и маленьких, и взрослых. Есть три взрослых женщины, которые уже являются художниками, у них нет образования, но они от природы просто талантливы, вот как вы сейчас говорили. Они уже пишут свои работы, они организовывают выставки. Маленькие детки так же самым. Вот китайская живопись дает возможность, что за один семинар, вот два часа ребенок работает, и после занятий он уже выходит с шедевром. Маленьким, но с шедевром. Это приятное, конечно. Да, да. Наверное, в нашей академической школе нам понадобилось бы много времени, чтобы нарисовать определенный сюжет. А в китайской живописи проще. Вообще сильно отличается наша школа и китайская? Да, отличается, отличается. Даже не скажешь, где сложнее. Это просто разные школы, разные направления, все очень разное. Но вот как у меня получилось, наверное, между китайской и белорусской культурой нахожусь я. И вот у меня такие работы я черпаю и там, и здесь свое вдохновение и практику. А вообще где вы черпаете вдохновение для ваших картин? Художник человек-то творческий, как любой, наверное, поэт. Черпать его можно везде. Вот я еду за рулем и вижу прекрасные пейзажи, все. Они вдохновляют нас только, что ты делаешь за рисовки. Красивые стихи, китайских художников, наших белорусских художников, фильмы, дети. Марина, в интернете мы нашли видео, где вы рисуете, где вы занимаетесь творчеством. Могли бы вы рассказать, какие материалы вы используете, на чем вы рисуете, чем? Для китайской живописи необходимо четыре сокровища. Это китайские кисти. Они бывают разные, мягкие, жесткие. Из перов павлина, из крысиных усиков, из плодов младенца. Все в зависимости, какой будет сюжет, какой будет жанр картины. Второе, что необходимо, это тушь китайская. И минеральные краски. Это вот тот материал, который, без разу тронуешь, его нельзя исправить. Он пропитывает бумагу и хранится тысячелетиями. И, конечно же, бумага рисовая, бамбуковая, она бывает разной плотности. Ее, к сожалению, настоящие можно купить только в Китае. То есть у нас не продается такого, да? Продается, но очень мало. Можете вы рассказать, что это за кисточки и в чем их особенность? Кисточки, конечно, чтобы написать китайскую живопись, они должны быть только китайские, натуральные. Они бывают разные, мягкие, жесткие. Вот это очень уникальная кисточка, это золотого фазана. Бывают кисточки большие, маленькие. Это размеры полотна, в которых будет выполняться работа. Но самые дорогие кисточки для каллиграфии, они делаются из крысиных усиков. Они очень жесткие. А самые мягкие кисточки делают из волос младенца. Ну, вот так же самое. Из волос младенца? Да, есть из бурого медведя, из лисы, из козы. То есть каждая кисточка, она определенный жанр работы. То есть либо это пейзажи, либо это портреты. А вот из волос младенца это для чего? Что им можно рисовать этой кисточкой? Это самая мягкая кисточка. Это пишется, как вот и пейзажи, и волосы, то есть одежда, все, что возможно. Просто, что есть мелкие кисточки, это для таких более мелких деталей. Ну, из волос младенца мы даже не купим нигде. Это просто, что вот история, то есть как... То есть сейчас не делают такие кисточки? Нет, конечно, нет. Сейчас из козы, из лисы, из медведя, вот из птицы. Ну, то есть как бы вот в таком... Я уж подумала, сколько понадобилось младенцам, да? Да, да, да. Ну, это я немножечко так история, чтобы было интересно, как бы о чем. Китайская тушь тоже, она очень уникальна. Она отличается от нашей туши, это несравнимо. Это тушь, которая пропитывает бумагу насквозь, и она сохраняется, хранится, ну, веками. Но я на семинарах всегда помогаю своим ученикам. Можно все запросто красиво сделать на акварельной бумаге гуашевым красками, как обучение. Будет то же самое? Это не будет то же самое, но будет тоже очень красиво. Но только что нужны китайские кисти. Ну, чтобы был настоящий шедевр, конечно, нужна китайская бумага. И в конце работы всегда ставится штамп художника, который говорит о том, кто это выполнил. Такой фирменный ваш штамп, да? Да. Мне этот штамп подарили на мою 10-ю юбилейную выставку «Китайское посольство». Это мои инициалы. Он делается в Китае, насколько я знаю, да? Он делается в Китае, из камня. Очень красиво, да. Человек, если захочет заниматься вот такой китайской техникой, да, он должен все-таки поехать в Пекин и учиться этому. Конечно, да. Ну, то, что это вот как бы вопрос задан, чтобы понять, что это, нужно все-таки побывать там и поучиться настоящих мастеров. Начальные шаги, вот первый этап, вот то, что я вот рассказываю, что я детям даю акварельные листы, китайскую тушь, и мы работаем с кисточками так. То есть начальные шаги можно сделать на ваших семинарах? Конечно. А на китайской тушь бумаги не сделает человек, который не профессионал работы. Это очень сложно. Она очень сложная бумага, на ней нужно работать, чтобы получилось работать. Мне кажется, семинары – это очень интересно. Вот наши интернет-пользователи прислали вам интересный вопрос. Начинающий. Мне кажется, что для того, чтобы преподавать искусство, тем более китайское искусство, живописи, нужно быть немного философом. Чувствуете ли вы себя таким мудрецом на своих семинарах? Конечно. Вообще китайское искусство – это философия. Я очень много рассказываю легенд. Потому что без философии здесь нет. Здесь каждая картина – это замысел. Вот была работа, например, «Две мышки». То есть это разговор, диалог. Очень важно в китайском живописи в малом виде большое. Да, это философия. А для вас в китайской философии что такое самое сокровенное и интересное? Чтобы познали для себя, да. Знаете, каждый раз читаешь какие-то разные стихи, и каждый раз находишь новое. И вот удивляешься, что раньше этого не замечал. Какая-то глубина, да? Да, глубина большая, да. Мне всегда интересен вот этот акт творчества. Откуда берутся эти идеи? Каким образом человек берет и создает очень интересную картину, да, либо пишет стихи? И вот наш интернет-пользователь у вас спрашивает, как, Инна Геннадьева, как долго вы рисуете картину? Много ли уходит силы черновиков, пока не получится та самая картина, которая нарисована у вас в голове? Например, сам акт творчества. Да, это примерно около двух недель труд, одной работы. На одну картину. На одну картину, да. Это сложный жанр, то есть поэтапное написание, просыхание бумаги. Ну, здесь нужно просто терпеливо подходить к этому, и, ну, конечно, чтобы очень нравилось. Мне это, это просто мое, я без этого не могу, это моя жизнь, поэтому недорого, я люблю это. Но у вас очень интересное название картин, вот, «Светская львица», «Невеста-жених», «Вечный союз», «Свежий из гор». Это философия. Это все, да, это все о лошадях, насколько я знаю. Сейчас как раз год лошади. Очень много было проектов в этом году посвящено этому замечательному животному. А названия откуда берутся такие? А названия, это мои названия, это сердце. А почему лошади? Почему для вас эта тема очень, я смотрю, актуальна? Вы очень много рисуете лошадей. Почему лошади? Это просто люди. Нет, я людей тоже много рисую, и разных животных, и тигров, и птичек. Но у вас даже была выставка, да, «Вихри мгновений». Да, 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 «Год лошади» – это такая определенная дань. Мне они на самом деле очень нравятся. Они с ними, вот, кстати, я писала, очень много проектов у нас в Гродно есть, где выращивают лошадей. И когда находишься, вот, один раз побывавший на этой конюшне, ты уже просто, это ощущение, оно даже неописуемо. А вам что в лошадях так вас привлекает? Они, наверное, как-то очень близки по духу, может быть, по какому-то, по нраву. И они прекрасны. В интернете мы нашли фрагмент с вашей выставки «Вихри мгновений». Марина, откуда такое название? Почему «Вихри мгновений»? Вообще, как прошла выставка? На этой выставке в галерее было представлено 20 картин. Были очень интересные работы, связанные именно между людьми и взаимоотношениями с лошадьми. Но это были портреты маленьких деток с лошадьми, маленьких деток, взрослых женщин, мужчин, лошадей. То есть вы сами придумывали концепцию этой выставки, да? Конечно, да, да. Но это было посвящено именно вот лошади. А почему «Вихри мгновений» называется? Ну, что это мгновение, то есть вот раз оно было, и уже больше его не вернешь. Мимолетное? Мимолетное, да. Вот, то есть какая-то мимолетность застыла на одной картине. Как многие приходили знакомые и зрители, и потом читала я в книге своих пожеланий, что вот, господи, ну, то есть, что эти мгновения, каждый переживает по-своему, но у каждого они были. А сложно вообще сейчас организовать выставку художнику? Если, ну, мне не сложно. У меня хорошая есть группа поддержки. Мы уже больше 20 выставок сделали совместных и коллективных. Ну, а вот молодым художникам вы могли бы что-то посоветовать, которые только начинают и мечтают о своей выставке? Как вообще? Я общаюсь с молодыми художниками, мы делаем совместные проекты. Есть даже дети, которые у меня ходили на семинары, и после этого они поступили в вузы, связанные именно с там, с обучением рисования, с художеством. А кого из молодых художников вы любите? Чье творчество вам нравится? Из молодых белорусских художников разных. Не буду так, чтобы никого не обидеть. Я вообще люблю всю живопись, нет ничего некрасивого. Ну, хоть несколько фамилий, может быть. То, что пишет человек, это все здорово. Красиво. Все нравится. Да, я никогда не ругаю своих учеников. Все, что они написали, это прекрасно. Блин, ну вот на пересечении белорусской и китайской культуры для меня, например, очень интересны некие новые формы, которые возникают. И вот наш интернет-пользователь Антон из Гомеля прислал нам взгляд очень интересный вопрос. Очень красивые картины, грациозные лошадки, загадочные красотки, все это здорово. Но интересно, как бы выглядели белорусские бабушки, домики, природа в китайской технике. Хотелось бы белорусские мотивы видеть в китайской технике. Я много пишу тоже в китайской технике, белорусских именно сюжетов. И есть замечательные проекты, вот в музее Репина, там написано 14 картин. Так же, как и портреты, так же самое и пейзажи, природа, кстати. Вот здесь есть очень интересные работы. И петушки замечательные, и замечательные наши белорусские девушки. Я белорусская, поэтому... То есть, все-таки присутствуют белорусские мотивы, да? Присутствует очень много, да. То есть, есть, конечно, действительно очень красивые красотки, девушки. Но не только именно китайские сюжеты, там, красотки, лошади. Нет, выставок очень много, много разных жанров. Вот сейчас очень интересно готовится у нас тоже проект в музее Якуба Колоса. Он будет в начале декабря. Тоже посвящен истории. И будут портреты Якуба Колоса семье, я пишу. Мне музей предоставил архивные материалы, фотографии. И вот по ним тоже очень интересно. Там будут пейзажи наши белорусские. И ходите, посмотрите. Когда будет выставка? В начале декабря. То есть, ну, примерно 3-4 декабря. Марина, в интернете мы нашли очень много отзывов о вас. В основном все положительные. Вот сейчас я предлагаю один отзыв известного искусствоведа господина Шунейка. Мне кажется, что такие авторы рождаются раз в сто лет. Потому что интерес к Дальнему Востоку, он у нас широкий. Как бы мы все любим Дальний Восток. Но те люди, которые целенаправленно занимаются изучением Востока, у нас уникальные, издничные. Вот Марина Лешевича в этом плане меня поражает с первого нашего знакомства. Мы уже знакомы были года. И я никак не могу понять, откуда у нее такой нечерпаемый энтузиазм. Почему она такая увлеченная. Все отзывы такие положительные, потому что наши интернет-пользователи тоже интересуются. Сталкивались ли вы с настоящей кризикой? Или все хвалят? Какой отзыв больше всего запомнился? Ну, на самом деле, меня никто не обижал. Отзывы, конечно, бывают разные. Очень, когда ты дорожишь своим делом, конечно, ты будешь расстраиваться, я думаю. Но не было. А для вас вообще важны отзывы? Важна оценка искусствоведов, обычных зрителей? Да, я очень прислушиваюсь к своим преподавателям, к профессорам, то есть к людям, которые принадлежат искусству. И просто к зрителям. Ведь многое можно не заметить, пропустить. Их мнение очень важно. Блин, вы свои картины, насколько я знаю, продаете и довольно успешно. Да. Насколько успешно? Ну, все, конечно, много ли заказов. Ну, у него уже время как бы немалое, поэтому как бы уже намного лучше. Но, знаете, сложно говорить оценку своей работе, потому что, когда ты пишешь от сердца, от своей души, я могу подарить картину. Ну, и для меня это будет даже более приятно. Поэтому. Вы закончили менеджмент, да, насколько я знаю. И помогает ли вам это вообще в реализации своих картин, да, в их продаже? Конечно. Во-первых, это помогает то, что ты очень организован становишься после такого образования. Поэтому вообще любое образование, которое дает страна тебе, твоя, оно помогает. Нельзя сказать, что что-то было там зря. Нет. А кто из великих художников вам нравится, вас вдохновляет? Я очень люблю Тибайши, конечно. Это вот как бы, наверное, очень много художников в Китае, которые и вдохновляют, и есть что почитать. Сколько читаешь, столько ты учишься. Даже вот мои ученики маленькие, они пишут маленькие свои красивые эти шедевры. И ты вот смотришь, замечаешь, что вот. А я вот этого не знала. Марина, но судя по тому, что вы рассказываете, у нас практически невозможно обучиться китайской технике живописи, потому что, во-первых, это довольно дорого, а во-вторых, материалов купить просто невозможно. Ну вот, да, действительно, это так и есть. Но я вот на семинарах именно для учеников, мы начинаем, они не смогут писать на бамбуковой бумаге или рисовой, это очень сложно. Акварельный лист, обыкновенный акварельный лист, гуашевая, краска, но только китайские кисти. Они чем отличаются от наших вот обыкновенных кисточек, я вас специально принесла посмотреть в сравнении, то есть, видите, они разные бывают. Как бы ты ни опустил эту кисточку, в воду всегда будет очень острый кончик. Ты пишешь одним взмахом. И самое главное в китайской живописи – правильная осанка. То есть организовываешь свое место, так же самое гармония приходит в твою душу, и кисточка, она в таком находится положении. И вот так пишется, работает. То есть нужно сидеть ровно, прямо. Да, да, да. Это невероятно. То есть особая философия. Это философия. Все, что ты делаешь, это философский смысл. Вначале влаживается в работу, в замысел, в то, как оно будет написано. То есть, ну вот я почему говорю, что чем больше ты изучаешь китайскую живопись, тем больше ты понимаешь, что это невозможно изучить. И вы своих учеников тоже обучаете, да? Правильно сидеть. Да, правильно сидеть. Я всегда вот даже рассказываю, чтобы написать бамбук, он должен прорасти в твоем сердце. Вот пишите все картины от своего сердца. Тогда будет все здорово, и все будет получаться. Марина, в ближайшее время в Минске. А что из ваших выставок мы можем посмотреть? Вот в самое ближайшее время, сейчас недавно выставка закрылась в Музее современного искусства. Там вот были белорусские наши девушки, лошади очень красиво. И сейчас, в декабре, будет выставка в Музее Якуба Колоса, исторический проект, посвященный именно 55-летию того, как существует этот музей. Там будут портреты Колоса, его семьи, наши белорусские пейзажи. То есть вы делали портреты, да? Да, портреты по материалам, которые мне предоставил музей. Но уже в моем понимании, в моем ощущении. А за рубежом какие-то проекты у вас намечаются? Намечаются. Выставки. Пока это, как говорится, секретно. Я знаю, наших белорусских художников очень любят и в Варшаве, и в Москве. Да, 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 очень много проектов в Беларуси на сегодняшний день, поэтому... А вам где интереснее проекты делать? У нас или где-то за рубежом? Я люблю очень свою страну, поэтому мне Беларусь очень нравится. Все вам интереснее у нас? Да. Потому что Ника Сандрос мне рассказывала о том, что у нас ей довольно проблематично сделать выставку. Ее скорее зовут Варшаву, в Краков, в Гданск, в Москву, нежели у нас она востребована. А у вас получается наоборот. У нас моя белорусская публика, я их люблю, они также. У нас уже есть такая, как говорится, все, кто приходят, определенные люди, мы встречаемся, общаемся. Многие именно занимаются китайской живописью, искусствоведы, китая-веды. Марина, вот такой нестандартный вопрос. Ваша живопись конкурентно способна в Китае? В Китае, ну вот я... То есть сравнивать с китайскими мастерами, да? У них тоже очень интересная живопись. Но у каждого художника свое письмо. Тут сложно сказать, вот кого лучше, у кого хуже. Нельзя вообще так говорить, но все прекрасно. Все индивидуально, да? Все индивидуально, да. В зависимости. То есть будет один сюжет, и все пишут по-разному, и все здорово. А у них какие сюжеты распространены больше? У них тоже так же самое, как и у нас, очень много. Ну, может быть, кто-то вот, у них принято больше писать, например, кто-то пишет Сакуру. Всю жизнь. Вамбук. А вы Сакуру не писали, насколько я знаю? Писала, да. То есть Сакуру, цветы, это все. Наши художники пишут все. Так же самое у них есть. Это, знаете, как его... Невозможно сказать, что у них вот как-то так у нас. Почти оно все одинаково. Кто-то пишет больше, кто-то пишет меньше. Кто-то может только одно. Но у них распространено именно то, что каждый... И один человек пишет какой-то один сюжет. Кто-то пишет портреты, кто-то пишет пейзажи, жанры. Марина, планируете ли вы освоить еще какую-то технику? Арабскую, например? Или всю жизнь собираетесь посвятить китайской? Или какие-то еще планы? Нет, сейчас планируется изучая китайский язык. Изучаю так, чтобы профессионально выйти на уровень китайской каллиграфии. Пока я работаю именно в этом жанре. Но это не значит, что это все вот... То есть какие-то планы есть у вас, да? Есть планы, да. На другую культуру? Нет, пока про другую культуру я так не буду говорить. Но я вот углубленно изучаю именно для того, чтобы вкладывать всем. То есть китайский язык, каллиграфия, она необходима для того, чтобы была интересная работа. Но для меня, знаете, так и осталась загадка. Вот что именно в китайской культуре вас так привлекло? Сильно, что вы посвящаете этому всю свою жизнь? Философия. А что за философия? Философия, то есть подходить к каждой работе философски. То есть ты вот влаживаешь картину, то это же не просто написано работа. То есть там вот это название картины говорит, о чем это написано работа. Вот ее читаю, то есть уже... И я еще заметила, что каждый, вот читая название, я видела одно, другой воспринимаю другое. У них очень принято в китайской живописи еще писать короткие стишки. То есть два-три строчки стихотворения. То же самое, как бы, то есть в будущих проектах мы уже это будем делать. Сейчас это была выставка в Министерстве культуры, и там были работы мои. И мы брали для основы, то есть знаменитых поэтов Китая. Было тоже здорово, то есть когда читаешь, вдохновляешься и смотришь на работу совершенно по-другому. Она воспринимается. Марин, какие-то пожелания людям, которые только начинают осваивать вообще живопись или технику китайской живописи, может, у вас есть какие-то пожелания для них? Самое главное, выдать кисточку в руки. И все, кто приходят на семинары заниматься в китайской живописи, у них уходят в потрясающем настроении. Это самое главное. Надо только попробовать, и все получится. И все получится. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня была известная белорусская художница Марина Ильяшевич. Спасибо. Это была программа «Диаблока. Прекрасно». Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей дискуссии, присылайте ваши вопросы, комментарии. Присылайте это все на нашу информационную площадку diablok.by или оставляйте комментарии на Фейсбуке. Я думаю, от этого наши дискуссии будут становиться только интереснее и богаче. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова